У Мойки на проспекте Фрунзе тяжелая техника работает с пяти утра, роет глубокую траншею, чтобы подъезд автомобилей стал невозможен. Дополнительно установили бетонные блоки. За всем действием наблюдает полиция, глава района и представители мэрии Ярославля. То, что здесь перекапывается, это есть поручение комитета управления муниципальным имуществом, где произошел самовольный захват муниципальной земли, то есть аренды нету, уже неоднократно делалось предписание и, соответственно, собственникам принято решение ввести ограничения на данном участке муниципальной земли. Владелец Мойки аренду действительно не платит, но в этой истории не все так просто. Проблемы начались еще в 2016-м. Тогда мэрия отказалась продлевать договор аренды. Главной причиной стала стройка нового административного здания областной полиции. Детали конфликта лицом к лицу разнеснял бывший градоначальник. Они просили этот земельный участок освободить, что у них действительно шахранная эта зона или зона, в которой не могут быть рядом с зданием УВД расположены какие-либо объекты в связи с террористической зачищенностью. На основании этого письма мы и расторгаем с ним договор. Но позже полиция, в отличие от мэрии, пошла навстречу бизнесу. У нас есть письма от генерала УВД, который не против, сказал. А сейчас уже стала мэрия. То есть УВД как бы отошла от нас, они не против, чтобы мы рядом находились. А сейчас мэрия говорит, мы уже расторгнули договор и не можем с вами восстановить договорные отношения. У нас все-таки сотрудники работают, налоги оплачиваем, ребенку все-таки вложены большие деньги, которые попали в долги, в кредит и построили это все. Клиентов-то много у вас? Достаточно. Много. Мойка на этом месте работает с 2010 года. Хозяин настаивает. Сейчас платит за фактическое нахождение. Все коммуникации на его балансе. И хотел бы продлить арендное соглашение, но не хочет мэрия. Перспективы для владельца бизнеса сейчас радужными считать нельзя. Суд в первой инстанции. Владелец проиграл. Следующий уже в июле этого года. Если Фемидов встанет на сторону городских властей, скорее всего, весь этот объект снесут уже осенью 2019 года. Александра Панкратова, Денис Сахаров. День в событиях.